Президент накануне Дня защиты детей встретился с талантливыми школьниками из разных городов и сел республики. Могут ли в Приднестровье отменить ЕГЭ, если кумиры у президента и как он учился в школе? Эти и другие вопросы задавали Вадиму Красносельскому дети. Каждый из этих школьников победитель, призер или сразу и то и другое. Самых разных международных и республиканских конкурсов. Своими достижениями ребята сегодня делились с президентом. Максим Максимов из Днестровска создал чат-бот для правовой поддержки молодежи. Работает бот на базе Минпроса. Любой школьник или студент может написать туда и задать свой вопрос или описать проблему. На встрече с президентом Максим озвучивает еще одну свою идею – проводить слеты школьников по IT-технологиям. Чтобы ребята приходили, приезжали с разных концов республики и соревновались в различных конкурсах. По типу управления дронов, создания каких-то ботов, работы с нейросетями. Я считаю, что это поможет развивать в республике информационные технологии. И это поможет уменьшить текучесть кадров. Президенту идея понравилась. Вадим Красносельский дал поручение взять предложение школьника на заметку. Ребята сегодня не только рассказывали, чего добились. У каждого был свой вопрос к президенту. Одиннадцатиклассница из Григориополя спросила, могут ли отменить ЕГЭ в Приднестровье. Вадим Красносельский ответил, в нашей республике учатся по российским образовательным стандартам и программам, поэтому ЕГЭ в наших школах пока останется. Но сам президент за классический экзамен. Школьники сегодня не стеснялись. Про проблемы тоже говорили. В третьей школе Кеменки компьютеры 20-летней давности. А в Григориополе, в самой большой школе города, нет спортивного зала. Спрашивали про имидж Приднестровья. Поможет ли привлечение туристов развеять мифы о нашей республике? Развитием туризма много занимается государство. Но и сама молодежь может рассказывать и показывать, какое на самом деле Приднестровье. Это уже предложение школьникам от президента. Снимать видео о нашей республике и делиться им в соцсетях. Было сегодня много личных вопросов в главе государства. Школьники спрашивали, кем президент хотел стать в детстве, кто был его кумиром, верит ли он в настоящую дружбу. Вадим Красносельский ответил, что настоящих друзей много не бывает, а самый лучший его друг – супруга Светлана. В конце разговора Вадим Красносельский дал совет школьникам изучать как можно больше сфер и направлений. Именно знания помогут сделать правильный выбор и в профессии, и в жизни. А школа – самая лучшая пора, сказал президент. Ребята проговорились с главой государства больше двух часов. В конце сделали общее фото на память. Ирина Руснак и Леонид Мостак, ТСВ